Футбольный клуб «Луч Энергия» проиграл Астраханскому «Волгарю». Приморцы выступали в роли гостей, что стало заметно с начала матча. Счет хозяева открыли уже на 10-й минуте. Пас, который буквально прошил всю оборону, нападающий белосиних Акбашев довел до ума. Под занавес тайма команде из Владивостока удалось отыграться. Назначенный дальний штрафной, на удивление Астраханской обороне, идеально исполнил Вадим Минич, послав мяч в девятку ворот. Ничейный счет во втором тайме долго не продержался. Вновь по ошибке приморских защитников «Волгарь» вышел вперед. Забили хозяева вскоре и третий мяч. Гол вышел и вовсе комичным, поскольку несильный удар с дальней дистанции застал врасплох голкипера «Желто-синих». «Луч» сумел сократить отставание в счете до минимального лишь в добавленное время. После подачи углового и серии рикошетов Алексей Грицаенко пропихнул мяч в сетку. Но на итоговый результат встречи это не повлияло. 3-2 в пользу «Волгаря». В принципе, я думаю, что игра, наверное, была зрелищная. Для болельщикам она понравилась. А для тренерского штаба это, конечно, инфарктная игра. Тяжело такие игры переносить так, потому что не можешь, еще раз говорю, никак внести какие-то коррективы в игру, где-то усилить, движения добавить и так далее. Но, к сожалению, так. Таким образом «Желто-синие» не могут выиграть уже 10 матчей подряд. Сейчас наша команда на последнем месте в турнирной таблице. В связи с этим на минувших выходных произошло то, чего следовало ожидать. Болельщики Владивостока забили тревогу и написали открытое письмо губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому. В своем обращении горожане просят сменить руководство клуба, а также принять меры по улучшению финансовой ситуации в единственной краевой профессиональной футбольной команде. За время управления клубом Александром Голубчиковым и Андреем Данюковым клуб погряз в череде скандалов. Сегодня футбольный клуб не имеет активов в виде стадиона и ликвидных игроков, зато имеет миллионные кредиты, долги, полуразрушенную базу, постоянные многомесячные задержки по зарплате перед футболистами и персоналом. Мы устали терпеть, что нас держат за дураков. Выдержка из открытого письма болельщиков футбольного клуба «Луч-энергия» губернатору Приморского края. И это только малая часть. Письмо вышло довольно развернутым. В нем болельщики вспомнили все былые заслуги когда-то еще знаменитого «Луча» и сравнили их с сегодняшней, по их мнению, патовой ситуацией. Само руководство «Желто-синих» тоже высказало свою точку зрения. Проблемы есть, и они на самом деле серьезные. Они накапливались годами, а сегодня просто вылезли наружу. Бюджет «Луча» в среднем 300-350 миллионов рублей в год. Формируется из трех источников – краевой бюджет, титульный партнер и собственно коммерческая деятельность. Титульный партнер в феврале отказался от финансирования. Таким образом, мы потеряли 60% денежных поступлений. Голубщиков в очередной раз отметил, что проблемы в клубе в основном из-за денег, на что болельщики сразу приготовили контраргумент. И в письме отметили, что ни один спонсор не станет вкладывать деньги в клуб с громадными долгами и невнятными планами. Дойдет ли это письмо до губернатора и останется ли в крае профессиональный футбол, возможно, узнаем совсем скоро. Следующий матч «Лученергия» проведет 10 сентября в гостях у команды «Спартак-Нальчик». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.